Я нахожусь в растерянности от той грязи, которая в эти дни льется из кадыровских уст у нас в республике. Всевозможные эфиры делимхановых, кадыровых, даудовых, хамбиевых, совместные какие-то эфиры и грязь, просто нескончаемый поток грязи. Я, пожалуй, впервые нахожусь в таком состоянии растерянности, когда не знаю с чего начать. Настолько это сложно. Начну, пожалуй, с предыстории. На днях Закаев выложил ролик чуть более часа, в котором раскритиковал Кадырова и сделал это в очень грубой форме, которую он до этого себе обычно не позволял. Он назвал Кадырова младшего псом Путина только самкой, а его отца назвал просто псом Путина, сказав, что это был путинский пес. И это настолько ранило Кадырова и его окружение, настолько до глубины души. Помимо этого он еще много всего сказал, но я думаю, вот этот момент их ранил больше всего. И началось. Они стали выходить в эфиры у себя в Инстаграм, как обычно. И если обычно они как-то сдерживали себя в этих высказываниях, не переходили какие-то грани, на какие-то оскорбления. Они до сих пор позволяли себе оскорбления, но и даже эти оскорбления были в каких-то рамках. То сейчас даже откровенный мат Кадыров даже уже в порыве своего гнева, он позволяет себе даже высказывать какие-то матершинные вещи. Для начала давайте, наверное, посмотрим, как на это отреагировал Адам Делимханов. Я даже не буду как-то представлять вам эти его слова. Давайте просто его послушаем. Рэшуёк лично «Закайв Квотым», «Квотым» калар, хо Голубой калар. Эээ, Закайв, бух, кавотым, хо борщит, хо Голубой ю, хо Несь, Йошелт, хо Голубой ю. Хо Голубой выъехит на. Хости Голбасах ю, хомасанна и хоушду. Хо Голубой ю, бух. Я не хочу, мое дусти Голубасах волетю на переводе. Хо, хомайорил Голубой ю. Голубой чэм мэттык Лондон ю. Я думаю, это не нуждается даже в субтитрах, в переводе или в моих пояснениях. Вы прекрасно понимаете, да, и без перевода, что он говорит, в чём он обвиняет Закаева. Это я из всего, там, по-моему, 14 минут идёт этот ролик, я вот, сколько раз он это слово произносит, сколько раз он его именно в этом обвиняет, я не хочу даже это произносить. А я это вырезал, и, ну, вы сами посчитайте, сколько раз он это говорит. До сих пор подобное представить было сложно, они обычно такого не делали. То есть, насколько их это ранило, что они решили обвинить человека в этом. Если бы я как-то случайно, не зная предыстории, увидел бы вот эту вырезку, я бы подумал, что Делимханов, возможно, говорит о новом iPhone 13 в голубом цвете. Может быть, он как-то впечатлил, находясь под впечатлением от этого нового гаджета, хочет просто купить себе iPhone голубого цвета. В чём проблема? Почему ты постоянно повторяешь это? Но здесь всё гораздо хуже, как вы понимаете. Это обвинение человека в чеченском обществе, подобное обвинение, ну, вещь очень серьёзная, и тем более обвиняют в этом человека преклонного возраста, Закаев уже взрослый человек, его можно любить или ненавидеть, но обвинять в подобном это очень непристойные вещи. Ну и как вы думаете, один Делимханов остановился на этом обвинении? Конечно же нет. После Делимханова вышел в эфир Кадыров, точнее, вышел в эфир Хамбиев, а к нему присоединился Кадыров. И вот, проводя совместный эфир, Кадыров заявил следующее. Кадыров быть интересным. Вот здесь я сделаю пояснение. Кадыров говорит, что у Закаева два сына. И обращаясь к этим сыновьям, он говорит, я заявляю, я говорю, что ваш отец, ну и дальше вы поняли, он его обвиняет в принадлежности к нетрадиционным меньшинствам, и мол, теперь вы, накажите меня за это, если вы мужчины. Ну и дальше говорит, что не все они не мужчины и так далее. Я здесь хочу сказать Кадырову, смотри, Кадыров, Хабиев, с которым ты проводишь этот совместный эфир и в эфире, с кем ты озвучиваешь эти слова, он в начале двухтысячных назвал тебя и твоего отца незаконно рожденными. Твоего отца он назвал незаконно рожденным. Давай послушаем. Незаконно рожденным называет Хабиев твоего отца. И это происходит в начале двухтысячных. На тот момент у твоего отца у вас тоже два сына, ты и Зелимхан Кадыров. Зелимхан после этого умрет, да, или погибнет. Остался ты. Вот ты сначала покажи пример закаевским детям, как нужно наказывать за слова, как нужно привлекать к ответственности. Покажи им пример, накажи Кадырова, в эфире с кем ты это озвучиваешь. И после этого требуй от детей Закаева, чтобы они как-то тебя наказали за сказанное тобой. Находясь за пазухой у России, за российской армией, конечно, ты можешь кого угодно, в чем угодно обвинять. Сначала сам покажи пример, а потом уже требуй. Ну и хотелось бы еще напомнить, что когда вы Закаева 10 лет назад пытались привезти домой, почему-то тогда вас не волновала ни его ориентация, ничего подобного вы не говорили. Наверное, я не совсем правильно сейчас высказался. Вы не обвиняли его в каких-либо ориентациях и так далее. Тогда он вас устраивал, вы хотели его вернуть. Но как только у вас произошла размолвка, вы стали обвинять его во всевозможных грехах. Это, конечно, не оправдывает и самого Закаева. Закаев тоже 10 лет назад называл тебя, Кадыров, братом и очень любезно с тобой общался. Но как только с тобой поругался, начал называть тебя и твоего отца псами. Поэтому здесь я его, конечно, тоже не оправдываю, но сейчас речь идет о вас. Поэтому если вас тогда эти вопросы не волновали, если вы тогда его в этом не обвиняли, что случилось сейчас? Что изменилось за эти 10 лет? Вы же сами говорите, что вы знали об этом изначально. Неужели, зная это, вы хотели привезти человека и, как говорил Кадыров, дать ему восстанавливать культуру в Чеченской республике? Это, по-моему, звучит крайне абсурдно. Ну и... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok